Дом-2, корпус 1, надписью «Видное» ежедневно встречает жителей на въезде в город. Но являясь в каком-то смысле его лицом, здание имеет неприглядный вид. Много лет в доме не проводился капитальный ремонт, а придомовая территория содержится в неудовлетворительном состоянии. За комфортное проживание долгое время бьется совет дома. Инициативная группа замечает, помощи ждать неоткуда. Нынешние депутаты выбирали, думали, что он поможет, если он такой большой, великий человек, который баллотировался на президента. Думали, что абсолютно никакой реакции. Вот уже сколько, больше года прошло, мы даже не знаем, где его приемная. И несколько жильцов записывалось к нему, но, к сожалению, ничего не делает. Дом находится в избирательном округе номер 29. Однако, по словам жителей, своего депутата Павла Грудинина они ни разу не видели. А количество нерешенных вопросов накапливается. Из стен легко достать кирпичи, в подъезде сломаны почтовые ящики, а лифты практически изжили свой срок. Не так давно совет дома даже инициировал переход в другую управляющую компанию. Как только начали говорить, что мы будем бросать их, будем уходить в другую компанию, пришли человек шесть и начали обмерять все, и смету нам сделали, и все такое. И все, и на этом опять затихло. На сегодняшний день по губернаторской программе «Мой подъезд» было отремонтировано несколько домов в городе. Путем взаимодействия депутаты, жители и управляющая компания привели в порядок общее имущество дома 9, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола. Именно под опеку этой организации и хотели перейти жители. Ведь оставаться в свободном плавании уже невозможно. Нам очень надоело жить в таких условиях, нам совершенно все равно, кто у нас будет. Нам нужно, чтобы у нас был чистый, достойный дом. Потому что мы не алкоголики, не тунеядцы, мы платим, собственно, квартлату. И хотим, чтобы обслуживающая компания реально обслуживала наш дом. Сегодня вопросами жителей данного избирательного округа занимаются другие депутаты. И хотя работы на своей территории достаточно, они охотно идут на встречи с жителями и предлагают варианты решения возникших проблем. Я предложил жителям. Вроде как они согласились и считают, что это тоже действительно поможет. Первое – это записаться на прием к директору управляющей компании, которая обслуживает этот дом, да, соответственно, чтобы они с подрядной организацией под протокол написали, во-первых, временные сроки обозначили решение по проблемам, да, во-вторых, чтобы это все было за подписью и зафиксировано. Также Павел Русаков предложил написать обращение жителей многоквартирного дома к Павлу Грудинину, чтобы лично передать коллеге на ближайшем заседании Совета депутатов. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.